Под стягом у вышиванках, по таким звучным названиям, впервые в городе над Богом прошел молодежный арт-парад, собравший ни много ни мало порядка 200 человек. Массовая и яркая, незабываемая своим национальным колоритом, шествие по центральным улицам города стало своеобразным открытием праздника вышиванки, посвященного Дню Молодежи. Но к арт-параду этот факт весьма траден, присоединились брещане всех возрастов. Надеть вышитую рубашку для большинства людей, показать свое отношение к белорусским истокам, к белорусским традициям. Ведь вышиванка к лицу всем без исключения. Это по традиции наших батьков, мы так само подтримливаем их традиции и так само святкуем свято вышиванок. Три народа, Украина, Польша, Литва, которые были когда-то одной нацией, одна культура, одни вышиванки. И то добра традиция сейчас наставит такая, что кто любит свой народ, кто любит его культуру. Это наше жизнь, это наша родина. Каждый год я одеваю вышиванку. У меня их три вида, самодельные такие. Одна для козьбы, но она тяжелая для воздуха, плотная. Поэтому вот и приучаю внука, чтобы он любил традиции. Такие мероприятия очень важны для нас, потому что они действительно направляют на воспитание молодежи, любви к национальным традициям, к национальной культуре. И сейчас мы тоже замечаем по городу, часто молодого человека можно увидеть в футболке с национальным орнаментом. Это уже нас как-то определяет нашу нацию в том, что у нас есть свои символы, свои национальные узоры. Беларусь синявокая, сколь значимы эти слова. На белых вышиванках обязательно красные изображения, ведь белый цвет символизирует чистоту, огненно-красный, солнце и жизненную силу. Для белорусов такой орнамент своеобразный оберег. Предки в вышиванку вкладывали определенный смысл. То есть каждый орнамент, каждый узор, который на вышиванке, он имел под собой некую историю и нес некую энергетику. Предки в это верили. И мы сейчас, чтя про традиции наших предшественников, тоже популяризируем данный проект у нас, в нашей стране, вообще в Брестской области, в частности в городе Бреста. Двухчасовой концерт, дефиле в национальных костюмах, интерактивной экспозиции, площадки, а также награждение участника фотоконкурса. Активисты Белорусского Республиканского Союза молодежи с года в год не перестают радовать брещам насыщенной культурной программой. Здесь каждый участник творческой эстафеты внес свою лепту в создании невероятного, запоминающегося и просто приятного вечера. Мы очень рады, что поддерживаются белорусские традиции, что существует культура, есть белорусские песни и танцы, которые популяризируются и показываются жителям города Бреста. У нас вот уже годовщина недавно была нашей свадьбе, она была у нас в национальном стиле белорусском, остались наши костюмы, поэтому мы подумали и решили, почему бы не прийти. Это один из атрибутов культуры национальной, белорусское народное оденье, белорусский народный строй. Но вот у меня, например, башванка, я делала ее конкретно по одной из книг, по-моему, Романюк ее написал, там как раз-таки представлены моды 60-х годов. Кроме того, праздник выполнял не только развлекательную, но и благотворительную функции. В ходе марафона «Все краски жизни для тебя» неравнодушны могли пожертвовать любую сумму на лечение Владислава Якимовича – смышленного, талантливого и просто одаренного мальчишки. Сыном занимаемся в творческом центре и стараемся не пропускать вообще никакие городские мероприятия. Красиво, такой парад был с оркестром, нам понравилось. Креативные, позитивные, целеустремленные и творческие, талантливые и неравнодушные – так позиционируют себя современные молодые люди. Именно такие мероприятия показывают, что молодежи не безразлично будущее Бреста, а значит и будущее Беларуси.